Всем привет! Давно у нас не было рубрики распаковочки с Алиэкспресс. И так случилось, что наконец меня достигло сразу аж 4 отправления. Шли они так, что я уже даже подзабыла, что там внутри. Но этикеточки напомнили, что это все как-то связано с нашей красотой, с нашими лицами, нашими ручками. Поэтому должно быть интересно. Тут видимо что-то сложили из нескольких магазинов. О, да-да-да. Понятно-понятно. Это фокалюр. Заказывала я уже давненько. У меня кстати Beauty Glaced палетку. Beauty Glaced недорогой китайский бренд. Прям вот зарегистрированный бренд. Многие магазины на Алике его продают. И похожая на ретроградный Меркурий от Худы и Бабл Небулу от Юкенбэп палетка Beauty Glaced ко мне не приехала. Видела во многих-многих обзорах вот эту палеточку. Блогером покрупнее ее усиленно высылал фокалюр на обзор. Многие купили за свои деньги. И те и другие обзоры были ну что прям люксовое качество. Все предыдущие штуки от Фокалюр мне нравились. Поэтому я не выдержала. Хоть у меня всяких бронзеров, скульпторов и прочего с запасом на много времени вперед. Я поняла, что вот это я прям вот ну-ну совсем хочу. Да, взяла второй оттенок методом тыка. Убедилась уже, что даже по видео очень-очень... Извините, технические неполадки со звуком. Даже в видео очень-очень сложно определить оттенок. Так, например, выбирала палетку, смотрела, руки в кадре вроде казались не темнее моих. И получила я тот цвет, который мнила высветляющим в цвет своей кожи. А то, что выглядело как идеальный цвет в складку на руках девушки, мне оказался очень сильно рыжеватым. Так что вот так. Все бывает. Вот оно, наше богатство. Два рефильчика. И знаете, что я вам должна сказать? Вот сейчас у меня на экране телефона вот этот цвет. И как я его вижу глазами, они одинаковые. Он очень правильный, не темный. И с достаточно сероватым подтоном. То есть реально я смогу его использовать как скульптор. Он немного более желтоватый, чем вот мой идеальный скульптор. Может быть, в более сиреневый бы мне хотелось. Но это не смертельно. Это вот не прям такая страшная-страшная рыжина. Вот видите, прям эффект ямки такой на руке. Так, а теперь... Ух ты! Слушайте, очень приятная консистенция. Просто сидеть и водить вот так пальцем. Опа! Слушайте, по-моему, это вот то, что я люблю. Не когда у меня были вот такие идеальные белые тени. Ну, фокус. Ну, куда ты спрятался? Ты от такой красоты сбежал? Вот видите, вообще никаких мелких блесток. Белая база и очень-очень шелковистая текстура. То есть в базу под макияж глаз класть, это вообще будет прям что-то с чем-то, когда хочется ярких макияжей. Ну, и когда совсем нападает зимняя бледность, а почему нет, не использовать это как чуть-чуть подсвечивающую штучку на лице. Да, я довольна. Со всей ответственностью заключаю. Это, вот, берите, Скульпт Глоу Фокалюр у меня во втором оттенке. Оттенков, по-моему, было три, если я не ошибаюсь. Как только у меня подзакончится что-нибудь бонзорно-скульптурное, да, так что как только у меня начнется кончина чего-нибудь хайлайтерно-скульпторного, я, наверное, еще другие оттенки приобрету. Действительно классно. Вот именно как легло на руке, на ощупь, я не жду никаких подвохов, поэтому первое впечатление очень. Я довольна, и в ближайшем времени обещаю вам снять макияж, используя продукты от Фокалюр, благо у меня их подкопилось приличное количество. Добротный пластик, красивая картиночка. Я очень-очень довольна новым приобретением. Итак, еще пакетик. Кто меня и раньше смотрел, и особенно мои распаковки Фокалюра знают, что я давно открыла для себя пакеты-сюрпризы от этой компании и решила, что давно их не заказывала. Скорее всего, они уже обновили состав этих пакетов. Я решила, что можно еще себе сделать маленький презентик. Так, эффект неожиданности, поднять настроение. Так, смотрим, и я догадываюсь уже, что здесь будут тени. Здесь, скорее всего, будет карандаш. Да, как обещала компания, три предмета. Ух ты, ой, ой, что-то запечененькое, запечененькое. У меня такого еще не было. Так, ты кто? Ага, липс пенсил. Так, Coral Pink. Вы знаете, я редко пользуюсь карандашами для губ. У меня уже есть распакованные карандаши для губ от Фокалюр. И, должна сказать, хорошие карандаши. Причем один, он такого насыщенного, классного бордового цвета, что я его оставила себе карандашом для глаз. Этот сейчас не буду распаковывать. Простите, поймите меня, он, скорее всего, уйдет на подарки одной из моих родственниц. Потому что вот эти цвета у Фокалюра на коробочке, они не прям вот один в один совпадают с цветами самого карандаша. Но общая такая вот тема куда-то в коричневину, она и идет. Поэтому я уже придумала владельца для этого карандаша. Тут что? Так, G04 Diamond. Что-то такое мне уже, похоже, от Фокалюр приходило. У меня, благодаря пакетам сюрпризам, есть их тени-однушки. Они мне не попадали в видео, но вообще я ими довольна, знаете ли. Очень приятные картонные коробочки. Складывается впечатление, что все приятнее, приятнее, приятнее. Ну, фокусируйся. Вот, можете изучить состав. Ничего криминального не кладут. Сделано в Китае 24 месяца. Можно все пробить, посмотреть. По-моему, у меня что-то подобное есть. Ну, ладно, порву коробку. Все равно я до теней товарищ жадный, ни с кем не поделюсь. Вот. Не, по-моему, я не совсем такой цвет. Очень-очень, слушайте, масляная текстура современная. То есть это не какие-то захудалые, сухие тени, а это вот то самое недавно ворвавшееся на рынок теней масло. Вот. Не очень, может быть, ярко передается. Но, слушайте, для повседневного мейка, и даже не повседневного, и на тело можно. Кстати, вот, поездила уже браслет туда-сюда. Смотрите, какой нежный белый хайлайтер. А если поверх него усугубить? Прям снежное свечение такое. Так, я проверю свои запасы. Не повтор ли это у меня? Ну, я его уже разодрала, уже просотчила, значит, куда-нибудь к моим родственникам пойдет. Так, давайте внимательно смотреть, что мне такое фокалюр прислал. Уже видим, вдохновляемся, что что-то красивенькое. Так, фокалюр, official genuine products. Так, тут все в иероглифах. То есть, это что, не планировалось для внешнего рынка? Так. Или для внешнего рынка, изучающего китайский? Baked eyeshadow в четвертом оттенке. Слушайте, вот и протестируем Baked eyeshadow от Focalure. Что-то у меня давненько в жанре запеченных теней особо ничего не было. Так, ага, это внешняя этикеточка какая-то. Это, видимо, какой-то фокалюр для Китая предназначенный. Что-то у нас в кадр влезло. Я люблю сидеть, смотреть, как в кадре возятся с коробочками. Надеюсь, вас это тоже успокаивает, релаксирует. Слушайте, прям вот раньше Mac выпускался в таких штуках. Сейчас я несколько месяцев назад заходила в корнер Mac, но в том торговом центре на первом этаже Mac, на втором подружка. И вот сейчас зайдешь, стенд с революшеном, облапаешь, да даже уже стенды с Catrice, Essence, Wet n Wild, все это облапаешь, спускаешься в Mac и понимаешь, что да. Может быть лет 10-15 назад Mac это было. А сейчас, ну, слушайте, особенно когда вот так прям можно сравнить тут и там пробники. Ну вот, что-то он проигрывает. Так, по-моему, вот если тут ко мне приехал скульптор, тут, по-моему, ко мне приехал бронзер. Хоть у меня у бронзеров вагоны маленькая тележка, и вот прям с подобным эффектом у меня есть бронзер. Видимо, в каких-то ближайших летних макияжах мы этот бронзовый цвет увидим. Кстати, глазом он лег гораздо чище, не пятнит. Это я просто на чистую вымытую руку пальцами разношу бронзовый цвет. Мягкие, приятные тенюшки. Класс. Так что, ладно, получилось 11 минут. Даже сейчас с прощанием получим все 12. В моем заказе от Фокалюр было, собственно, скульптор и пакетик-сюрпризик. Пакетики-сюрпризики вообще я подсчитывать подсчитывала. Получается, выгодно брать, поскольку что-то там 1,30 или где-то 1,50 выходит. Одна опция поштучно, они все-таки все дороже. То есть почти одно что-то бесплатное выходит в пакетиках-сюрпризах Фокалюр. Одновременно два пакета не стоит заказывать ни у Фокалюра, ни у YouCanBe, ни O2O, потому как, скорее всего, они придут абсолютно одинаковые. Видимо, у этих компаний есть какая-то периодичность, когда они запускают свои пакеты-сюрпризы, обычно под какие-то праздники или большие распродажи на Алиэкспресс. И, видимо, меняют направление, наполнение, что там у них лежит. Вот так вот. Так что люблю Фокалюр, скоро буду с ним снимать макияжик. Прибавилось в моей коллекции, прибавилось в моих запасах. Вам спасибо за просмотр. Приятного, доброго, любимого, хорошего времени суток, отличного настроения и пока-пока!